Мам, привет, пап. Я отлично добрался до Черногорска. Так, вроде эта карточка работает. В общем, всю электронику накрыло. Мои прошлые записи тоже. Если вкратце, то произошла какая-то полная жесть. Город накрыло чем-то. Люди стали какие-то агрессивные, похожими на зомби из фильмов. Потом появились военные. Теперь слышна стрельба. Ни одного нормального человека так и не встретил. Вот сейчас прошастал этот порт. Взял последние останки того, что смог. В городе больше делать абсолютно нечего. Тут опасно. Додвигаюсь на север. Надеюсь, протяну еще какое-то время. Связи нет, телевидение не работает. Что делать, не знаю. Буду уживать. Вон и вокзал Черногорска. Собственно, больше. Сюда уже проходят поезда. Все, кто мог, эвакуировался. Может, я единственный, кто остался здесь из разумных. Собственно, в городе нет ничего. Как я и говорил, тут рухлядь. Не осталось никаких припасов. Ничего. Отсюда нужно валить. Зомби. Они. Что ж, прощай, Черногорск. Вот, кстати, знаменитый пик Козлова. Меня ждут еще добрые десятки километров пешком вперед. Гора. Все заболочено. Вода тоже далеко не самая чистая. Я бы не рискнул здесь купаться. И уж тем более пить. Так что, еще одна проблема, которую нужно будет решить, это найти воду. Хе-хе-хей. Я лопал такие в детстве. Все равно пока одежда делать нефиг. Оп, 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 оп. Вот она, дамба Тополька. Тополька. Чуть ли не единственное место на всей Чернорусии, где осталась хоть какая-то еда. Фу-та, еда, вода. А, кстати, о еде. Еда. 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 Ну. Неудивительно, что утки пока еще живут. Вода у них есть. Еды много не нужно. И они умеют летать. А попасть в них просто так почти нереально. Нереально. Подхожу к самой дамбе. Кстати, вон там вот виднеется мыс Добрый. С него хорошо смотреть на Мерклозаводск. Что-то не лучшая точка, куда видно весь город. Может зайдет, может поднимусь туда. Может нет. Не знаю. Я дошел до Надеждина. Хорошее название. Надежда должна умирать последней. Прямо то, что яблоки все гнилые. Гнилые. Все в червяках есть. Совсем нечего. Зомби объели все съедобное. По пути решил зайти на замок Зуб. Он был построен в 545 году нашей эры. И он находится вон там. На верхушке холма, что северу от Надеждина. Ненавижу, мать его, подъемы. Вот он, Зуб, Зубик. Нужно быть осторожным. Мало ли, если он ничего остался. Я, конечно, не очень верю в зомби-туристов. Но мало ли. Итак, дамы и господа. Я на вершине замка Зуб. И у меня есть хорошая новость. И отличная новость. Хорошая новость. Я нашел в верхушке камуфлированные штаны. Какую-то футболку. Всяко лучше, чем мои ободранные штанцы. В целом я хожу уже седьмой день. Фух. Вот. И отличная новость. Здесь никого нет. Это замечательно. Можно немножечко отдохнуть. И прилюбоваться. Господи, какая же Чернорусия красивая. Ну, по крайней мере, была. Недели две назад. А вот Зуба видно вышло. Совсем маленькая деревушка. Пожалуй, не буду в нее заходить. Мне нужно попасть вон туда. Старый собор. Военные пустили беспилотник. Уж не знаю, к добру это или не очень. Но политься явно не стоит. До старого собора осталось совсем недолго. Он находится где-то вот там. если я чего и понял за эти дни, то всякие деревеньки лучше не заходить, если нет на это острой нужды. Потому что черт его знает, что там будет. А лишние проблемы мне особо не нужны. вот так вот и идем. Долго и нудно. Селеная гора. Там находится левышка. Раньше с нее транслировалось 26 каналов в Чернорусии ТВ. Сейчас не показывают ничего. До электричества осталось далеко не во всех городах. Что ж, ладно. Надо идти дальше. Вот есть лэп. Она доведет меня куда нужно. Личика. Охотничья вышка. Раньше охотники оттуда отстреливали кабанов. Но знаете, кабан может прыгнуть, так что мало не покажется. Может нам оставить какие-нибудь припасы. Не припасы, так патроны. Хотя на коне патроны оружия все равно нет. Надо сходить проверить. Ожидать ничего в той вышке. Она вон там вот в той вышке не было. Поэтому зря только время потерял. Ну ладно. Ходьбы мне на сегодня уже просто предостаточно. Да, я знаю, что по идее ходить по дорогам не стоит, но так задолбался. Просто вот так задолбался, что вот так вот и идем. Да, вот так вот идем, и идем, и идем, и идем. вот было бы клево, можно было на компьютере одну кнопку нажал, и все. Но нет. Надо топать ножками и идти. Если, конечно, хочется жить. Если жить не хочется, можно взять, лечь и ждать. Вижу машину. Машина, 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 машина. Тихо. Тихо. Еще одна. Кому-то явно везет целых, две машины. Интересно. Ничем они не идут на восток? Странно. Ладно. Надо быть осторожным. Наконец-то добрался. Вот. Новый собор. и совсем недалеко от него старый собор и ангар. Сарай старого собора. Я, конечно, так вальяжно хожу здесь. Я чую, что мне это обязательно что-нибудь окрикнется. Но пройдем один раз. Жить мне по-любому осталось, видимо, не так уж немного на этом свете. Но так хоть, может, на еду что-нибудь. Вроде было тихо, никого не видел, поэтому надеюсь, здесь безопасно. у нас тут бывший коровник. никого. И, кстати, отличное место, чтобы поджидать кого-нибудь. была бы у меня винтовка. Хожу с голыми руками. Ну, ладно. Немножечко на север от Сарая нашел место, где стали военные. Теперь остались только покрышки пробитые. Куски от машин. К слову, о машинах. Все уже почти не на ходу. Все, что могло уехать, давно-давно уехало. Не знаю, успешно ли доехало, куда хотело. Все, что осталось перед вами. запчасти. Ныне навес золота. Если удаст найти что-нибудь, что можно завести, это будет просто чудо. Да ладно! Офигеть! Целая одна банка попов. Еще не закрытая. Вроде даже свежая. Супер! Походу, я не зря сюда зашел. Правда, что-то подозрительное. Место вроде популярное. Уж не была бы эта ловушка. А то будет как-то неловко так легко попасться. Фух! Итак, собственно, вот здесь, видимо, я и поем. Да и отдохнуть пора. Фух! где-нибудь здесь надо бы уже искать место для ночевки, потому что темнеет. Что ж? Ладно. Тем временем аккумулятор моей камеры похоже заканчивается, поэтому возможно это моя последняя зап... не ... Продолжение следует... Продолжение следует...